привет зритель помнишь был такой запрос как я ухожу за волосами так вот сейчас я тебе зрители это расскажу на самом деле все совершенно просто у меня есть два любимых шампуня один вот последний где-то года полтора как любимый ну год наверно как любимый один уже несколько лет как любимый вот этот шампунь я периодически его пользую на самом деле периодически я пользуюсь какими-нибудь другими шампунями возможно мне кто-то дарит какой-нибудь шампунь к некоторым я так брезгливо и боязненно отношусь думаю блин как вот ну вот уже вроде как то 10 состав лучше чем в этом шампуне или иногда я делаю какой-нибудь шампунь самопальный то бишь или это твердый шампунь просто вот мыло обычно да ручной работы или это какая-нибудь пародия на шампунь потому что у меня консистенция все никак не выработается именно та которая бы мне хотелось или это все же иногда получается именно шампунь как шампунь вот шампунь вишенка я его называю вообще-то лесная вишня репейник серия формула тайги от грин мама шампунь от перхоти говорят он от перхоти у меня перхоти очень давно уже не было и кстати если у вас перхоть то можете купить крапивный шампунь а можете просто собрать крапивы вперед когда ее нужно собрать а если вам напряг с этим можете просто сходить в аптеку купить фильтр пакетиков крапивы заварить и окачивать волосы практически примерно то же я и делаю но не совсем с крапивой хотя крапива у меня тоже есть в общем он как бы на сайте написано что он и для от выпадения волос и от перхоти но он подходит ко всем типов волос в том числе и для тонких и жирных вот у меня тонкие жирные он вполне себе хорошо промывает их экономичный отличный шампунь я не буду ему очень длинную воду превозносить потому что я и в обзоре грин мама делала заказа грин мамы своем вот в этом мелком и так периодически пустых баночках когда он бывает я ему возношу воду отличный шампунь если вы еще не знакомы с грин мама то самое время познакомиться регистрация на сайте дает 150 баллов которыми можете оплатить половину стоимости заказа нет мне они не платят они мне вообще даже косметику бесплатно не выдают на обзоры я просто говорю как есть можно заказать этот шампунь на озоне часто бывает в ашане если у вас есть городе ашан в вашем населенном пункте встречается грин мама в риф гош магнит косметик улыбки радуги в подружке еще где-то в таких вот подобных магазинах ну на озоне большая вероятность его заказать и сейчас по моему он идет по скидке 225 рублей на самом сайте грин мама стоит сейчас 286 отличный шампунь 400 миллилитров в общем я пользуюсь им иногда я им пользуюсь вместе с бальзамчиком вот допустим вот сейчас у меня такой бальзамчик чаще всего он бывает это тоже грин мама бальзам кондиционер фито регенерации от выпадения волос морскими водорослями морской сад серии тоже 400 миллилитров очень экономичный у него есть шампунчик раньше еще использовала именно от шампунь из этой же парочки бальзама кондиционера шампунь фито регенерация от выпадения волос с морскими минералами морской сад еще и пользовала даже одно время от секущихся кончиков но мне кажется от секущихся кончиков только ножницы помогут и нормальный какой-нибудь парикмахер у меня очень долго не везло на нормального парикмахера и вот однажды года два назад повезло и когда мне приглючило после капания на мозгов на мозги от моих родственников некоторых близких людей близких короче людей не только родственников скажем так не только кровных родственников что у меня секущиеся кончики я приперлась к той же девочке в парикмахерскую она мне сказал да нет ничего такого нету вообще ничего не секущаяся но я все-таки тогда слегка подстриглась потому что люди меня требовали на самом деле вот я давно не хотела стричься коротко меня так бесила эта короткая стрижка даже меня подстригли не совсем так еще при маме пришлось стричься совсем коротко и меня даже мальчиком за мальчика принимали в мальчике такая вот такое дикое воспоминание из детства в юбочке с сумочкой с сережками мальчик ты выходишь какая-то баба а мы с мамой стояли мне так обидно было думаю блин ну неужели не видно что я не мальчик тогда еще как бы этих сексуальных меньшин так открыто не было мне кажется их вообще тогда если они не были они конечно были но их нигде не было вот так чтобы можно было девочку применять за мальчика или еще что-то в общем вот такой бальзам после шампуня вообще им пользуюсь допустим мыло мою голову чисто эксперимента ранее каким-нибудь той же нефис косметик фирмы мылом таким вот каким-нибудь брусочком на 160 грамм которые мыльнички если в нее попадает вода размикает вот этим мылом хорошо мыть волосы но промывает отлично волосы мои тонкие жирные но иногда вот надо бальзамчик этот бальзамчик с этим мылом или с каким-нибудь шампунем этот бальзамчик или я делаю какой-нибудь экспериментальный шампунь с определенными травами и маслами которые подходят именно для тонких и жирных волос и потом бальзамчик наношу на волосы но иногда его использую с или иногда использую вот с этим товарищем это уже снятость он всего лишь год с хвостиком божил во франции на и фраше это у нас и фраше правда производства россии оба флакона у меня таких было это второй флакон он был и тот и другой сделан в россии под присмотром в франции но сделан очень качественно на совесть он очень экономичный мицеллярный шампунь первый мицеллярный шампунь и фраше ну именно да и фраше первый мицеллярный шампунь у него еще был такой бальзам к ничек нему и довольно тоже экономичный хороший был один раз только смогла попользоваться покупала пару потому что шампунь и бальзам потом нет подписчица лёлька подарила вот этот вот шампунчик тут 300 миллилитров и его так же как вот этого 400 миллилитров их по-моему одинаково хватает потому что тут уже не знаю месяца полтора наверное пользуюсь думаю еще месяца на полтора его хватит очень классный экономичный приятный аромат вообще мне нравились еще в и фраше шампуне они по-моему переиздались и возможно тоже с какими-то другими компонентами как вот этот вот он как бы есть но уже не тот я их уже не покупала вот эк шампунь в и фраше был хороший и с гомомелесом они вот отлично промывали волосы правда вот я знаю по своим родственникам и друзьям не всем подходили эк шампуни и не всем подходили гомомелес кому-то гомомелес подходил кому-то эко шампунь а мне и тот и другой нравился отлично справлялся с волосами но вот этот конечно на этап лучше чем те два шампуня и очень хорошо на волос влияет иногда даже раз в двое суток можешь все хорошо и вот я его пользовала или с тем бальзамом первый вариант этого шампуня или вот с этим бальзамом но чаще всего я пользую его без бальзама еще вот у меня тут есть масло для волос на самом деле раньше никогда не пользовалась маслом для волос это масло для волос даф с маслом акадамии 100 миллилитров это мне подарок от другой подписчицы от алены она блогер с украины и у нее канал о путешествиях и вот я попутно рекламу еще людей других да и страничка в инстаграм еще ну там в разделе каналах интересных у меня как раз там ссылки на два ее канала канала косметики и канала путешествиях алена дискавери вот капелька на щетку или на расческу и на влажные волосы после того как вы их помыли наносите и потом расчесываете ну сначала на щетку и расчесывать уже волосы вот сегодня я его наносила это капельку какое-то время я носила две-три капельки и ну не боялась что у меня будут жирными или как-то вот там какая-то жирная полоса на волосах но по большей части все таки остановилась на одной капельке как алена тогда мне и советовала отлично в принципе ну может как-то увлажняет питает не знаю но на самом деле я думаю может быть проблема вся в том или даже фишка именно в чем что я мою волосы вот именно в этой квартире так получилось что у меня кран над раковиной слегка ниже вот в той квартире я могла наклониться ну как допустим если вы кла если вы японец и вы кланяетесь практически в пол вот так на 90 градусов допустим наклониться да и под краном помыть спокойно голову здесь такого не получится потому что ванна чуть ниже чем в той квартире находится вот как-то там ножки покороче и кран он тоже очень довольно неудобно сделанный душиком можно шлангом помыть когда когда я иногда ему и вот чисто шлангом наклоняю но не всегда это удобно как-то не очень экономично там иногда надо куда-то эту воду девать ложить чтобы выключать чтобы она не лилась во все стороны иногда мою голову под душем когда вот и сама моюсь а и просто волосы иногда чисто вот намыливаю волосы под душем но чаще всего я делаю отвары трав в той квартире на механке я тоже этим занималась но не всегда не так часто здесь же я практически или вот постоянно 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 там через день каждый день или у меня бывает перерыв вот был как-то такой момент что мне сначала было лень потом я как-то забыла потом я забила месяца два таком таким не страдала тут снова возобновила мыла исключительно вот под душем или на в наклонку или прямо вот и тушку и голову не всегда это на самом деле удобно потому что иногда вот просто надо принять душ и волосы намачиваешь да иногда надо просто вот освежить волосы и просто помыть их ну допустим казалось что вот вчера они их помыл все ништяк а сегодня вот вроде тоже они нормальные но вдруг надо куда-то подрываться в какие-нибудь гости надо чтобы волосы были чистые свежие и хорошо выглядели времени буквально ну вот 15 минут чтобы помыть голову высушить ее феном и бежать куда-то на самом деле феном очень редко пользуюсь хотя у меня есть отличный фен раввента еще мама покупала там какие-то прикольные насадки там чтобы пышные волосы были чтобы как-то расчесывать и допустим каким-нибудь лаком спреем прыскивать у меня есть какой-то спрей от эйвен который мне подружка в прошлом году на новый год дарила но я им не пользуюсь я не считаю что то уходовый продукт уходовой косметики поэтому я его не достала вообще раньше вместо него использовала от и фраше спрей с мальвой вот примерно то же самое что лак для волос только натуральных компонентов плюс кстати шампунь с мальвой тоже очень хороший от и фраше я не знаю сейчас он у них есть или нет ну и шампунь с крапивой тоже приличный такой был и в грин маме шампунь с крапивой вот в предыдущем грин мамовском обзоре оставлю ссылочку в самом ролике если не сразу то как только доберусь до компьютер когда уже загрузится ролик на канал и там вот ссылка на последний обзор заказа с грин мамы как раз кстати подарочная подписчица по сертификату вот таком же флакончике только для жирных чистоволос тоже отличный шампунь это вот ну если это у вас тонкие жирные волос но такими я пользуюсь на самом деле как происходит я допустим сегодня сделала отвар из определенных трав делаю всегда по большей части вот там смотрю допустим что то подходит для моих волос что-то подходит для всех типов волос иногда вот чисто на обувь делаю потом гляжу в интернете о действительно подходит вот на завтра я делаю отвар у меня лепестки розы садовой и вспомнить бы кто там еще а и лепестки розы садовой и листья лотоса они вместе в принципе сочетаются неплохо иногда добавляющую капельку эфирного масла или допустим делаю какой-нибудь сбор специально для волос сделанный делаю отвар и он так специфически пахнет а волосы все-таки принимают запахи я туда капаю иногда несколько капелек масла или лавандового 2-3 капли эфирного масла или масло ванили вот последнее время капаю масло розы очень приятные ароматы в самой ванной и и на волосах и как бы хуже от этого не становится и как проходит процесс ну я наливаю в тазик горячую воду или у меня часто бывает так я с вечера кипячу воду ну как бы она сделаю отвар потом утром ее сливаю процеживаю через тряпочку лисичка так смотря через что что под рукой бывает сейчас специальную тряпочку себе приготовила для этих целей и кладу ее на тазик так растилаю как бы большим таким сидячком да и через нее проливаю весь этот отвар и все эти травинки остаются наверху а чистая водичка внизу чистый отвар и добавляла туда обычно горячей воды из под крана сейчас я делаю наоборот я с утра сразу вот когда пока умываюсь я ставлю на газ эту кастрюльку и она у меня как бы греется доводится до кипения до первых там пузырьков я выключаю ее она чуть-чуть настаивается я ее процеживаю горячую воду через эту тряпочку и добавляю уже из под крана холодной воды вот до той консистенции чтобы не очень холодно при этом ну и не так чтобы горячо вот нормальная была такая между теплой и горячей температура воды и окачиваю сначала намочу волос ну как обычно люди делают там под душ там под струю воды голову суете да и или из кружечки там в деревне или когда воду отключают в городах россии не знаю как в других городах других стран отключают на зеленых пунктах когда вот летом на две недели горячую воду отключают холодная только идет ну грейте воду и встали к моетесь тазикой соответственно поливай моете голову я пару кружек литровых опрокидываю у меня сейчас пластиковая кружка из-под бывшего советского ручного миксера там крышечки уже давно нет но кружка вот с делениями удобная такая на литр осталось я пару кружек себе на волосы наливаю они соответственно намокают иногда чуть больше наливаю и потом уже на руку шампунчик наливаю иногда если он допустим вот этот вот он же густой такой да еще шампунь органик тай в принципе неплохой но вот не вот этот больше все таки нравится чем органик тай меньше генера потому что органик тай очень концентрированно если сразу не приноровиться то очень много выходит и он в этом плане становится не экономичным когда понимаешь как лучше развести его тогда уже он действительно экономичный месяца на три четыре хватает этих 250 миллилитров в общем на руку наношу шампунь иногда вот так с волос у меня стекает водичка но туда вот прямо в ладошки капает я так или сразу на волосы или немножко пениваю руки и уже на волосы наношу и вот сейчас тот момент когда мне в каментах давно давно говорили я не поняла то ли человек надо мной стебался то ли действительно хотел вот это увидеть и вот так вот делаю ну короче намылию нормально волосы как бы массирую их там взбиваю пену и смываю потом тем же самым отваром который вот у меня остался в тазике там еще несколько ну может литра два или два или три или два с половиной не считала не знаю просто на сколько литров у меня этот тазик на самом деле и в общем как бы окачиваю волосы вот сначала намачиваю обычно считается что окачивать надо каким отваром трав после того как уже смыли шампунь я же делаю вот сначала этим отваром трав намачиваю волосы потом добавляю на нашу шампунь вспениваю смыливаю массирую пальчиками волосы соответственно по всей голове где они растут и потом уже смываю этим же отваром дальше вот до конца и иногда уже просто даже вот что-то у меня осталось в кружку наливаю ну под раковиной мою руки или у меня раковина рядом находится практически или просто отпускаю воду из крана смываю остатки мыла наливаю оставшуюся воду в чашечку немножко на руки умыться и большую часть остатки уже выливаю окончательно конечно с некоторых отваров трав получается так что волосы сохнут намного дольше с некоторых наоборот очень быстрее даже быстрее чем просто обычной водой мыла но мне кажется что есть какой-то эффект потому что вот когда я мою просто водой с тем же допустим мицеллярным шампунем от эфроше то вот ну как бы просто помыла волосы не холодно не жарко хороший эффект вот то что тут заявлено так оно в принципе есть хорошие чистые волосы там до пышненькие а когда я делаю с отваром трав то иногда они даже подольше остаются к вечеру допустим остаются еще такие нормальные пышные будто только что помыла волосы даже если весь день проходила в хвостике потому что готовила на кухне еще бы там волосы куда-то не попали или просто вот мне они мешаются и задела их хвостик или полдня спала как допустим нет последние двое суток было позавчера и вчера и они все равно остаются пышными ну и вот капельку эфирного масла можно не обязательно можно положить добавить можно не добавлять но тоже какой-то эффект есть можно комбинировать какие-то травы специально и добавлять какое-нибудь эфирное масло то которое есть наличие допустим у вас и оно сочетается с этими травами я не буду сейчас описывать что конкретно вот какие там делаю или что-то вот какие вам посоветовать потому что как бы сейчас в интернете можно найти все что угодно и вот сегодня утром лежала помирала у меня ощущение горло было не очень приятное до этого дней 10 постоянно чихала без поводу и да и по поводу и нет скажем так и понял погуглила в яндекс поняла в чем причина и пошла полоскать горло определенным настоем трав вообще лапиносом настоем лапиноса который я кстати обозревала наверное в какой-нибудь там или в моей наверное уходовой косметики мной изготовленной скорее всего так ну и допустим вот я чисто из из того что сейчас вспомню можно ромашкой окачивать волосы можно липой можно допустим той же крапивой как я говорила в начале ролика можно тысячелистником можно вообще ко всем типам волос хорошо она идет полынь горькая которая такая вот горькая полынь не берете летом вы собираете травку ну может если два варианта или собираете или покупаете у кого-то кто собирал эту травку третий вариант пойдете в аптеку и покупая там фильтр пакет и завариваете и вот вам счастье но тогда фильтр пакетов мне кажется на чуть побольше чем допустим веничка этой вот травки той же полыни допустим веник собрали посушили можно порезать ее можно как-то вот поломать в кастрюлю большую зафигачили у меня кастрюлю наверно все-таки литров на пять ну или на четыре что-то такое и прокипятили процедили настоялось чутка и помыли голову вот такие в принципе ничего такого суперсложного таки вот тут маленькие подробности ничего суперсложного думаю нет в этом можно даже просто подогреть воду и туда добавить вот эфирное масло тоже какой-то эффект будет это удобно так что всем красивых волос на шевелюрки вашей на голове всем красивой шевелюры всем спасибо кто осилил всем пока